Телеканал КРТ представляет Несмотря на то, что это общая проблема, простые кубинцы ничего не имеют к политике Соединенных Штатов, но тем не менее санкции не сняли, не ослабили и так далее. Я хочу оператора попросить вынести нам на большой экран один пост, который я хотел бы сейчас вам зачитать. Это Олег Ясинский, это эксперт по Латинской Америке, который пишет о том, что несмотря на то, что кубинские врачи им помогают в других странах, тут он еще обращает внимание на следующее, что одновременно с этим удавка экономической блокады острова со стороны США продолжает затягиваться. Чуть больше недели санкции не позволили доставить на Кубу маски и предметы первой необходимости, подаренные китайским производителям Алибаба. Но идем дальше. Сейчас с Кубой прекратили сотрудничество две европейские медицинские фирмы и МТ Медикал и Автотроник. Обе фирмы, поставлявшие раньше на Кубу аппараты для искусственной вентиляции легких, были куплены американскими корпорациями. Из-за санкций правительства США они прекратили свои отношения с Кубой. И таким образом, получается, Куба не смогла обслуживать свои аппараты искусственного дыхания. То есть, как по мне, это немножко античеловеческая политика, которая попахивает целенаправленным геноцидом. Почему такая ненависть в отношении простых кубинцев у Соединенных Штатов Америки и у тех людей, которые принимают решения в отношении применять или не применять санкции? С вашей точки зрения. Вы знаете, блокады США против Кубы имеют одна цель. И это созушит нашу революцию. Они не согласны иметь совсем рядом социалистическая сторона. Это из первых годов, ну, из первых времен блокады, это была своя цель и есть еще продолжается. Дело в том, что они видят, что никак этого не получается. И думали, что сейчас как раз коронавирус, это будет самый хороший момент, созушит полностью нашу страну. Они даже читали, что у нас будет масса смертельных случаев. Прогнозировали вообще хаос на Кубе при коронавирусе. Но они могут сейчас посмотреть, что наша революция, это естественная революция. Это не то, что они говорят, что это искусственно, что это остается три дня только до конца этой революции. Но вы хорошо говорили, что это геносидная блокада. Потому что при таких условиях, где люди должны соединяться, люди должны помогать друг другу, давать средства, которые могут помогать другим странам, и делать такие поступки, чтобы не допустить, даже чтобы они помощь нам не дадут, но чтобы другие страны, которые хотят нам помогать, отправили нам помощь, и они не давали, чтобы эта помощь дошла до Кубы. Но это не только помощь. И нефть, и других продуктов питания. То есть все, что могло изолировать Кубу, чтобы нам было еще труднее и труднее, и не смогли мы бороться против коронавируса. Но наша страна показала, что мы победили еще раз коронавирус и блокады. Поэтому мы очень надеемся, что все страны мира еще раз будут поддерживать Кубу в голосовании, в резолюции против блокады ООН. И посмотрим, что случится в США, за их внутренняя ситуация, которая сейчас есть, что они сами и справиться не смогут, и все равно смотрят на внешние... Ну, на другие страны, чтобы делать такие поступки, я думаю, что это все, чтобы внимание перенести на другую сторону, и чтобы люди не смогли посмотреть, какой хаос у них есть сейчас. Но для нас, конечно, блокада – это самое большое препятствие развитию нашей экономики, это безусловно, и мы продолжаем бороться против блокады. И надеемся, что когда-нибудь поднимают.